Завод дает нам возможность не только зарабатывать, а участвовать во многих различных мероприятиях. С советом молодежи мы выходим в разные походы, ездим на сплавы. История завода учит нас любить свою работу и не бояться трудностей. Из года в год коллектив завода наращивает темпы производства труб. Сегодня завод производит бесшовные, горячекатанные и холодно-деформированные трубы из 110 марок углеродистой, легированной и нержавеющей стали для всех отраслей нашего народного хозяйства и поставляет свою продукцию в 44 страны мира. Вклад новотрубного завода в экономику страны оценили на уровне правительства. Вручать орден трудового красного знамени заводу вперву Уральск приезжает Борис Николаевич Ельцин. В присутствии высокого гостя государственные награды получают более 200 новотрубников. Это было очень и радостное, и торжественное событие, широко отмечалось на новотрубном заводе. Награждение трудящихся во дворце культуры новотрубного завода проводилось в двух местах. В большом зале награждал лично Борис Николаевич Ельцин, а в малом зале награждал Мехренцев Анатолий Александрович, председатель облсполкома тогда. И вот мне посчастливилось, что Борис Николаевич награждает меня орденом «Знак почета». Чувства были, конечно, такие вот сумбурные, что ли, вот это было для меня как-то неожиданно. Борис Николаевич сказал, вот награждаем тебя орденом, носи, заслужил. Для ПНТЗ это был уже четвертый орден. Предыдущих двух завод был удостоен за работу во время войны, когда первоуральцы обеспечивали фронт. А к середине 80-х первоуральский новотрубный производил более полутора миллионов тонн труб. Это 10% от того, что выпускали на территории Советского Союза. Но главное, первоуральцы взяли на себя самые ответственные заказы. Их трубы шли и на подводные лодки, и на атомные станции, и для нужд авиации. Новотрубники знали, весь город зависит от работы завода. Трудящиеся были заинтересованы в развитии производства. Так как чем больше давало производство труб, тем больше была прибыль. Эту прибыль направляли в Союз Трубосталь, в министерство. А потом не менее половины этих денег отдавалось обратно на предприятие. За счет этих денег строили новое жилье, содержали старое жилье, строили детские дошкольные учреждения, санатории, путевки и так далее. В 80-е годы средняя заработная плата на новотрубном заводе составляла 230 рублей в месяц. При этом за квартиру платили не более 15 рублей, за детский сад – 10 рублей. Самая дорогая путевка в элитный санаторий стоила не более 60 рублей. Все благо для трудящихся обеспечивал профсоюз. Именно там распределяли путевки в санатории, а это 2000 путевок в год. И квартиры. Очередь на жилье – 6000 человек. И схема была простая. Года через два очереднику выделяли комнату с соседями, а лет через 10-15 – отдельную квартиру. Совершенно бесплатно. Дефицитом были автомобили. В год их давали всего 150. Мотоциклов и того меньше. 10 железных коней на многотысячный коллектив. Новотрубники вводили от 16 до 32 тысяч квадратных метров жилья в год. Работники ПНТЗ получали по 300-600 квартир. В первую очередь на жилье могли претендовать льготные категории граждан. Это многодетные семьи, матери-одиночки, инвалиды и ветераны войны. За справедливым распределением следил профсоюз. Если кого-то увольняли за дисциплину, за по сокращению штатов, обязательно все это дело рассматривалось на президиуме правкома. И без согласия этого профсоюзного комитета нельзя было. Если профсоюзный комитет сказал нет, дирекция брала под козырек. В советское время профсоюз была очень серьезная сила. Ее еще называли приводной ремень партии. В конце 80-х взоры правительства вновь обращены на Первуральск. Трубы для бытовых холодильников и автопрома на тот момент покупали за границей. Такая импортная зависимость, конечно, не устраивала. И в мае 1989 года на площадке старотрубного завода началось возведение нового трубоэлектросварочного цеха. Как флагман трубной промышленности, как креативно мыслящий, постоянно находящийся в поиске производитель высококачественных труб, как по этой причине все внимание было обращено на нового трубного завода. Контракт на поставку оборудования для нового цеха был заключен с итальянской фирмой на бартерных условиях. Завод расплачивался трубами. Строительство цеха и монтаж оборудования завершились в 1993 году. И 25 октября была получена первая сварная труба. С этого момента Первуральский новотрубный завод становится монополистом в производстве труб для амортизаторов автомобилей, а также труб для бытовых холодильников. За короткий срок на стане 1076 было освоено свыше 20 типов профильных труб, от квадратных до овальных. Продукция высокого качества пользовалась спросом за рубежом. Новотрубный поставлял трубы в Италию, Германию, Афганистан, Иран и Румынию. Трубоэлектросварочный агрегат 1063,5 и 1076 – это высокопроизводительные установки, которые позволяют нам получить трубы электросварные с достаточно высокой качеством поверхности, как внутренней, так и наружной, и по геометрическим характеристикам. Другие наши конкуренты пока не могут получить такого результата, среди того, что у них нет такого опыта работы именно в трубосварочной производстве. У них нет таких опытных работников. Благодаря вот этой ситуации мы можем делать и удовлетворять подрядителей качественной продукции в соответствии со сроками и объемами. После реконструкции старейший уральский завод, ранее старотрубный, обрел второе дыхание. При этом остались нерушимыми традиции, историческая память и забота о ветеранах, которые и сегодня навещают предприятия. Переходя на вот эти встречи ветеранов, могут спокойно с нынешним поколением пообщаться, пройти на экскурсиях, то есть удивить их тем, как изменилась ситуация, как изменилось отношение к труду, как изменилось отношение к культуре производства по сравнению с теми временами. Это довольно для них и очень интересно. В 80-е годы новотрубники решают задачи для себя непрофильные. При дирекции была создана новая структура – управление по сельскому хозяйству и общественному питанию. Хозяйство новотрубников стало лучшим в области, а первуральцы доказали, что не только трубы они могут делать хорошо.